здравствуйте с вами красота в мелочах наступил наш долгожданный март радуемся тому что денечки теплее а соответственно весна будет набирать обороты сегодня я хочу показать как можно сделать красивое изделие для души и для прекрасного взора из шерсти как видите у меня разнообразная шерсть есть стопроцентная разные оттеночки сегодня я все их буду использовать для изготовления своего изделия приступим для этого мне понадобится полиэтилен обычный то есть делаем все из подручных средств обычная ванночка с мыльным раствором шерсть ну и пожалуй хорошее настроение за основу я возьму пожалуй вот как раз разноцветный наш кусочек шерсти такими вот моментами будем его выщипывать и выкладывать выкладывать нужно в том направлении как говорится как вот идет вот этот весь ворс чем интереснее то что он многоцветный и должно получиться не скучно а красиво и практично можно сделать либо украшение либо подставку вообще изделий из шерсти великое множество главное научиться работать с этим материалом включать свою фантазию многочисленное и создавать красоту добавляем еще немножечко направление сюда у меня два оттенка розового я использую их оба ну пожалуй вот так немножечко что-то до подправляю можете увидеть как это ярко и красиво получается теперь что же мне нужно теперь мне нужно одеть одноразовые перчатки вот мои ручки одеты в перчатке беру я водичку и начинаю немножко заливать не боясь аккуратненько так наше валяние сегодня по мокрому способу и вот такими вот движениями я начинаю прижимать всю основную шерсть происходит валяние мокрым способом и и вот можно немножечко даже закатая руках нужно немножечко теперь поделать вот так по изделию и делаем по кругу процесс увлекательный и интересный можете посмотреть уже первые подметки как схватилась наше изделие ножка рукава закатываем дальше чтоб не мочить и делаем то же самое с другой стороны вот так постепенно поступательными движениями мы с вами шаг за шагом приближаем красоту изделия к завершенному состоянию и вот такими поступательными движениями мы делаем вот такую вкруточку втирку нашего раствора мыльного тем самым и еще больше мы соединяем и скатываем нашу шерсть валяем сделать это нужно с двух сторон переворачиваем снова и пошли делать дальше почему нужно брать шерсть более ту плотным слоем полтора два сантиметра для того чтобы при усадке и соединение волокон не было как раз у дырочек прорех каких-то но это все приходит с опытом почему ты нужно сделать какое-то пробное первое изделие если оно не получилось вы в дальнейшем поймете как работать с этим материалом переворачиваем и продолжаем что мы делаем дальше берем наше изделие и излишнюю жидкость аккуратно в этот же мыльный раствор отжимаем не боимся она у нас уже не рассыпется скаталась хорошо что же мы делаем дальше дальше мы с вами берем обычное полотенчика в данный момент это мне кухонное полотенце вы можете взять махровое любое другое какое у вас есть и начинаем как в скалке вот таким образом делать прокрутку придерживая краешек мы с вами крутим таким образом мы аккуратненько делаем валяние уже через полотенчика и излишняя жидкость мыльного раствора остается как раз там достаем наше изделие и немножечко его выправляем расправляем краешки а мы еще едва влажная но это не страшно его нужно будет оставить на сутки спокойном состоянии на гладкой поверхности для полного высыхания батареи здесь не подойдет ну вот наша с вами подставочка многофункциональная готова можно использовать как просто украшение для каких-либо статуэток или фигурок можно использовать салфетку под горячее таким образом функциональность вашего изделия не уменьшится может что-то еще большее приобретет и будет радовать вас долгие годы с вами была красота в мелочах